Два месяца жители дома на улице Широнова добиваются, чтобы в их дворе убрали рухнувшие деревья. Деревья самые обычные, но вот упали они неудачно на неопознанную землю. Чтобы выяснить, кто должен убрать стволы, в городской администрации решили устроить специальное совещание. Насколько сложным может быть решение совершенно простой задачки, оценила Наталья Приходько. На улице Широнова во дворе жилого дома упали два дерева. Одно еще в мае, второе в июне. Просто никто не может разобраться, кто же должен их убрать. Местные жители тоже пытались это выяснить, и это был сложный путь. Теперь у нас тут лесоповал. Добиться правды, чья это территория, мы не можем. Два ведомства бодаются между собой, а вот сыны не там. Следующее дерево потенциально тоже уже опасно. Неужели надо ждать беды? УК ЖКХ сервис обосновали чем? Тем, что это не их территория, что это городская. Стала звонить в центральный округ, в отдел ЖКХ, неоднократно я звонила. Я раза три. Долго-долго мы выясняли, все-таки чья же это земля. Я так правды и не поняла. Корчевание, спил и вывоз деревьев – это деньги. Мы позвонили по нескольким объявлениям с вопросом, сколько же это стоит. В среднем от трех тысяч рублей и выше за одно дерево. Ну и все это утилизируется на полигоне. Вывезли бы сами, попилили бы на дрова. Кто узнает? Не знаю, кому это нужно. Звоним в управляющую компанию. Дома, которые вот эти, они пришли 1 мая к нам. Территория у Широнова не разграничена. То есть она оформлена на основании кадастров только под домом. Что мы выяснили? Что управляющая компания направляла письмо в муниципалитет, потому что деревья находятся не на придомовой территории. По словам представителей коммунальной организации, Звоним в центральный округ, в отдел ЖКХ, куда нас и направила управляющая компания. Алло. До свидания. Все в отпуске. Бесполезно, я звонила две недели. Мне кажется, что люди, которые живут в центре, вообще проблем не знают. Ну, если бы так. Сейчас мы поедем в администрацию и попытаемся добиться личной встречи. Как вас зовут? Я с управляющей компанией УКЖКХ сервис. Зовут мне Соколова Татьяна Викторовна. Вот главный инженер управляющей компании. Эти дома к нам пришли с конкурса. То есть, согласно конкурсной документации, у нас земли нет. Вот мы сейчас находимся в отделе ЖКХ администрации центрального района. Пройдем к начальнику. Может быть, можно сейчас на месте как-то решить этот вопрос. Там, во-первых, полдома принадлежит государству. Это поликлиника МВД. А затрачивать деньги дома без согласия жильцов, без проведения собрания, без смежевания, без постановки на учет земельного участка мы просто не имеем права. Нам посчитали за вот эти все деревья 168 тысяч. Это все вокруг дома? Да, с вывозом, с распилом. Там их вроде немного, но они все большие. Ранее разграниченная земля. Но она официально не оформлена. То есть разграничение есть. И согласно Пленуму оберховного суда, жители этого дома, то есть по ранее учтенному земельному участку, обязаны его содержать, убирать до того, пока жители не примут решение и не уточнят границы своего земельного участка. Если участок не принадлежит никому, то он муниципальный же. Почему должны жильцы сейчас разграничивать свою территорию? Я говорю о том, что давайте мы получим официальные документы, подтверждающие, и тогда уже будем разбираться. Я же вам говорю, во вторник у нас совещание. Если это муниципальная земля, то не вопрос. Но время идет, деревья падают. Вот в чем вопрос. Почему нужно месяц на разбирательство? Как нам сказали, на следующей неделе должно состояться совещание. Но, ребята, это стоит таких нервов. Вы видели, да, сколько всего нужно пройти? Семь кругов ада, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Но, надеемся, она будет поставлена, эта точка. Наталья Приходько, Павел Павлов, Большой город Лайф. Павел Павлов, Большой город Лайф.